девчонки всем привет это марина добро пожаловать на мой канал и сейчас я вам покажу косметику который я буду пользоваться на текущей неделе который я уже пользовалась понедельник вторник и сегодня сегодня уже среда и покажу также продукты которые я использовала на прошлой неделе что мне понравилось что не понравилось может быть у меня что-то закончилось давайте начнем первое что я сейчас постоянно добавляю свою косметичку это румяна от dior из палетки dior fly палетка уже совсем облысела вот остались одни единственные румяна видите уже все секторы тут пустые все пустое но я буду добавлять на каждую неделю этот продукт для того чтобы его побыстрее использовать дальше пудра герлен парур пользовалась тоже и буду продолжать использовать хочется мне эти два продукта побыстрее закончить дальше карандаши мэри кей карандаш для век в оттенке аметист его к сожалению на прошлой неделе совершенно не использовала как и вот этот вот карандаш soft black от иван для бровей тоже как там не пришелся у меня по душе на той неделе рука к нему не тянулась базу эльф для век использовала тени инглот скажу честно использовала наверно пару раз все остальное время ходила просто без теней наносила только тушь потому что вообще не было времени все время утром торопилась ну и как-то собственно пользовалась очень мало тональный виталюмьер aqua в оттенке 10 бишь попробовала честно скажу ожидала я от него гораздо больше как-то я наверное слишком впечатлилась отзывами на ютубе но в его защиту хочу сказать что он наверное больше подойдет все таки для лета особо он ничего не маскирует то есть это практически такой вариант для почти идеальной кожи но в целом он очень хорошо распределяется его вообще не видно не знаю буду его еще в дальнейшем тестировать но мне кажется для морозов он вообще не подходит потому что очень тонкое покрытие то есть никак он кожу не защищает а мне нужна защита от холода потому что кожа у меня чувствительна и я не могу без тонального крема обходиться зимой поэтому я думаю вот этот вот полежит у меня еще какое-то время и уже более теплые дни я начну им пользоваться более активно пока я не распробовала дальше парфюмы герлен аква аллегория лимон вердо пользовалась несколько раз мне он очень нравится уже давно я вам о нем рассказывала свежий одновременно пудровый аромат красивый нежный ненавязчивый понравился подделка парфюма подделка на шанель шанс фреш а взяла для затеста как вам говорила в предыдущем видео для того чтобы показать как отличать флаконы подделки оригинала пользовалась об аромате могу сказать что в целом в целом он неплохой если бы я не знала что это подделка а просто мне бы его дали не говорили что это там шанель шанс или что-то другое то есть целом аромат вполне себе приличный то есть он не вонючий голова от него не болит то есть ничего такого не было но по поводу схожести конечно он не совсем похож и я бы даже сказала что он какой-то вообще другой ну то есть есть какое-то конечно сходство между ними но оригинальный шанель он изначально более звонкий более резкий можно даже сказать что он немножечко мужской более кислый вот этот вот он изначально достаточно свежий но это не какие-то грубые ноты то есть на мужской он абсолютно не похож даже с самого начала больше такой наверно цитрусовые то что открывается дальше это совсем разные варианты я бы сказала он абсолютно не похож на оригинал в базе вообще что-то такое сливочная вот этой версии у оригинала конечно же там более красивая композиция и конечно я бы никому не советовала размениваться на вот такие подделки но с другой стороны если вам понравится конкретно вот этот запах и вы не хотите платить много денег за шанель ну не знаю может конечно и можно такое купить но я против вот этого вот всего надписи которые не соответствуют действительности лучше мне кажется если бюджет ограничен лучше купить я не знаю тот же самый евро ше какой-нибудь или эйвон или что-то пусть это конечно все попсово но зато это говорится что на коробке той в коробке так сказать а вот этот вот вариант но это как-то немножечко мне кажется не уважение и даже больше не компания наверное к себе пользоваться какими-то подделками ну вот такое вот мнение еще поконкретнее конечно расскажу когда буду сравнивать непосредственно рассказывать о подделках на шанель шанс давайте продолжим что у меня тут осталось я тестировала крем евро ше тональный вот такое его название здесь был один миллилитр могу сказать что в принципе мне хватило практически на целую неделю этого миллилитра крем имеет парфюмированный такой запах как бы с намеком на какой-то люкс как мне показалось неплохо он распределяется оттенок это был не мой оттенок называется бишь 200 тент клер но он в принципе неплохо подстроился но в целом наверное я бы себе такой не купила или может быть не в этом оттенке но вот как-то что-то мне не понравилось я даже не поняла что если честно не знаю хотелось бы какой-то наверно большей легкости как-то он тяжеловат мне показался вот использовала его полностью дальше для губ у меня был clorans instant light мой любимый оттенок 05 пользовалась понравился карандаш к нему так и не добавляла в прошлом видео забыла его положить в косметичку и так в общем и забыла добавить эльф консилер пользуюсь нравится хорошая вещь недорого стоит как обычно клиник high impact маскара вот уже в новой косметичке решила эту тушь заменить потому что немножко надоело дальше помада мэри кей вот такая вот бежевая пользовалась достаточно часто и вот такая помада от эйван она красная оттенок оттенок не хочет вам показывать вот называется лесси мауви вот такая вот помада достаточно красивая тоже одинаково часто использовала как и вот эту от мэри кей и последний продукт для бровей никак не закончится permanent taupe кремовые тени от мэйбеллин хорошая вещь уже просто прожужжала вам все уши мне кажется итак на новую неделю я приготовила уже продукты кое-какие и кое-что я оставлю с прошлой недели и давайте наверно вам все это покажу значит с прошлой недели как я уже сказала я буду оставлять вот эти два продукта потому что мне их нужно израсходовать оставлю продукт для бровей дальше что хотел еще оставить нет карандаши я ничего из этого не хочу базу для тени оставлю консилер и наверное все или не все давайте еще наверно вот эту помадку от эйван в принципе мне понравилось пользоваться пусть она тоже будет и дальше что я решила добавить тональные кремы вот я уже начала пользоваться это опять же таки ларашпозей сиси крем который я уже один закончила но вы помните что у меня много таких пробников поэтому я их буду добавлять чтобы потихонечку их все израсходовать чтобы они не лежали у меня начало уже на этой неделе дальше решила еще вот такой пробник добавить виши дерма бленд оттенок 15 опал если вот этого не хватит начну вот этот бальзамчик для губ от oriflame pure nature это бальзам с красным яблоком и овсом по моему так он называется так он выглядит он немножко тонирующий мне кстати не очень нравится его запах а вообще неплохой бальзам для бровей добавляю люмене гель коричневый такой потом из парфюма у меня будет rosh aqua woman давно его не использовала очень его экономлю потому что его сняли с производства и я сейчас смотрела что он стоит каких-то просто баснословных денег и я даже думала может быть мне его продать там в какую-нибудь коллекцию но мне он так нравится и вот эта вот вещь так мне приятно не знаю пока хочу попользоваться им сама пусть будет и хочу еще попробовать парфюм от эвроше соу эликсир это такая салфеточка пробник туши решила добавить вот эти две от dior это dior шоу моя любимая тушь и моя нелюбимая тушь dior шоу айконик на этой неделе буду ими пользоваться хочу вас еще порадовать я нашла новенький огрызочек для того чтобы его закончить это вот такой карандаш для губ хочу использовать его как такую матовую версию вот такой оттенок думаю его побыстрее тоже закончить буду добавлять его в свою косметичку и тени у меня будут палеточка от ателье номер t04 давно ими не пользовалась в личных целях как-то использовала больше когда занималась визажом и вот сейчас хочу их просто использовать для себя ну не знаю на самом деле думаю может быть стоит продать эти тени ателье если я больше не буду никому делать макияжи как бы смысл у них хранить в общем попользуюсь подумаю тут конечно очень красивые оттенки в принципе камера их передает достаточно корректно есть вот такой вот светлый который можно использовать в качестве хайлайтера так переливается потом вот этот вот желтенький тоже можно как хайлайтер использовать ну этот совсем уже такой желтый но он тоже в принципе только золотые блестки дает и два оттенка более насыщенных вот таких но мне кажется больше подойдет наверное для летнего цветотипа может быть для весеннего то есть для таких более светлых девушек но я тоже попользуюсь на этой неделе посмотрим что из этого получится в общем то все это все продукты которые я буду использовать на этой неделе и вот так вот у меня получается такая вот косметичка надеюсь вам было хоть немножко интересно большое спасибо за внимание всем пока в общем в общем в общем